28 марта на базе РЦУ города Каспийска состоялась акция Союза Женщин России «Сирень Победы», в которой приняли участие кадеты, вдовы участников ИСФО, делегации из Перми и многие другие. Председатель Союза Женщин Дагестана Интизар Мамутаева поделилась, что акция проходит по всей республике. Были выбраны некоторые объекты исторической и образовательной важности. «Сирень Победы» символичен тем, что в мае, когда над фашистами победила наша Родина, наш Советский Союз, народ выходил встречать защитников наших сиренем и брюхетов. На празднование Дня Победы народу выходил опять сиренью, сирень майский, майский цветок. И поэтому он символичен. Подобные акции организаторы хотели оказать моральную поддержку нашим солдатам, которые сейчас защищают нашу Родину на специальной военной операции. На сегодняшний день в Дагестане, в том числе в Каспийске, активно ведется работа по развитию патриотического воспитания. У подрастающего поколения эти мероприятия значительно влияют на формирование гражданской позиции у молодежи. Но я думаю, главные участники – это наши ребята-кадеты. В нашем центре действует региональный центр патриотического воспитания учащейся молодежи. И для нас очень важно каждое мероприятие провести через погружение. И те ребята, которые сегодня копали лунки, сажали эти деревья, дальше будут ухаживать за ними, этим показывают свою причастность к общему делу. Делу любви к нашей Родине, делу сохранения нашей Родины. Напомним, что в акции приняли участие гости республики. Это делегация Управления образования Орденского муниципального округа Пермского края. Основная цель их приезда – это обменяться опытом у своих дагестанских коллег в вопросах образования и воспитания детей. Им также посчастливилось стать участниками такого благого дела. Очень приятно, что мы именно на базе республиканского центра образования поучаствовали в акции «Посадили сирень». То есть память о тех солдатах, о тех людях, героях, о наших парнях, которые на сегодняшний день принимают участие в специальной военной операции. И мы благодарим сегодня наших коллег-дагестанцев о том, что нам предоставили такую возможность. Ну и желаем всем мира, благополучия, любви, процветания нашей Родине, Российской Федерации. Отметим, что также планируется провести акцию на базе школы номер 54 города Махачкалы и Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Продолжение следует...